Всем здравствуйте! Сегодня у нас история от анонима. Я почитаю историю о девушке, дам свои рекомендации на эту тему, она это и спрашивает. В общем, попросила видео-ответ в формате на канале такой. Я напомню о том, что в инфобоксе под видео есть моя почта, куда вы можете прислать ваши истории от анонима для моего видео-ответа, комментарии в формате таком на канале. Также можете написать и запрос о личной консультации, пожалуйста. Я вам вышлю в ответ стоимость услуг и возможности консультирования. Можете подключиться к марафону здоровых отношений в Телеграме, послушать 4 лекции о здоровых отношениях, сделать какие-то свои выводы, получить правильную, новую, хорошую информацию, обучиться. Здравствуйте, Галина! Я давно подписана на вас, несколько раз собиралась вам написать, но в этот раз все-таки решилась. Мне очень нужно узнать ваше мнение. Один год и девять месяцев назад я познакомилась с турком в ТикТоке. Он живет недалеко от Стамбула. Он сказал, что ему 46 лет. Но я не поверила, попросила прислать фото паспорта, на что он сказал, что у него нет паспорта. Я тогда не знала, что в Турции ID-карта, и я попросила прислать фото водительского удостоверения. Он прислал, но на нем не было даты рождения. Мы общались каждый день с утра до вечера всевозможными способами. Через месяц он купил специальный переводчик. Примерно через полгода я снова попросила его сфотографировать документы, чтобы я посмотрела дату его рождения. Он сильно возмущался, мол, какая разница, сколько мне лет, разве возраст важен? Ему оказалось 54 года, а мне было тогда 38. У меня есть сын, и сейчас моему ребенку 19 лет. На мои вопросы о бывшей жене, где она работает, например, мужчина сильно возмущался, мол, не спрашивая о ней, хотя он спрашивал, где работает мой бывший муж. Через два месяца общения я узнала, что мой турок все это время не был разведен, а находился в процессе развода. Еще через пять месяцев он развелся в итоге. За полгода до нашего знакомства у моего турка погиб любимый младший брат. В общем, он находился в очень подавленном состоянии. Я для него, оказывается, была как обезболивающая таблетка. Он сказал, что я уменьшила его душевную боль. Его жена всю жизнь нигде не работала никогда. Десять лет они жили без детей. Он хотел ребенка, но она тайно принимала противозачаточные таблетки и колола уколы в больнице. От фармацевта он узнал, что она пьет таблетки, и они живут в очень маленьком городе. У них не остановка есть. Просто про турецкую жизнь хочется отметить. Вы представляете, что за отношения странные? Если они десять лет в браке, а на цели устремленно специально не хочет от него беременеть. Где турция очень семейные, дети тут скрепляют брак, их надо рожать как можно больше, и чем дальше от центров провинции, тем детей у людей больше. А она специально предохраняется, контрацепцию использует, чтобы от него не беременеть. У меня вопрос первый возникает, у них плохие взаимоотношения. Второе, зачем вообще за него замуж выходил, это явно история не про любовь, а про какую-то выгоду, либо давление родственника. И третье, про вот опять же их взаимоотношения в браке. Что же такое мужчина, от которого ребенка иметь не хочется? Я к тому, что у него есть, возможно, что-то в его поведении, что женщину пугает, настораживает и так далее. После этого жена перестала принимать таблетки, но ребенок не получался. Он отправил ее в больницу обследоваться. После обследования она сказала ему, что она здорова, и теперь нужно обследоваться уже ему. В клинике от доктора он узнал, что дело в жене, это у нее бесплодие. Санта-Барбара просто. Он лечил ее от бесплодия в разных клиниках, но безрезультатно. Он заставил ее усыновить ребенка. Какие-то вам не кажутся деспотичные нотки? Он ее насильно лечил, насильно заставил усыновить ребенка. Она, блин, должна хотеть ребенка, она должна быть мамой, чтобы ребенка любить и давать любовь и заботу. А ее заставляют через силу, не по желанию. Это уже какой-то абьюз, если что, на минутку к мыслим о этом мужчине. А еще он сказал, что женился без любви, что думал, что впоследствии ее полюбит, но не полюбил. А разве можно терпеть такие проделки жены без любви, вопрос? Она всю жизнь курила и не работала, а он никогда не курил. Слушайте, он каким местом смотрел, когда женился? Она такая вся плохая, не работает, курит. А он ее не любит и на ней женится. Что, блин, вообще нелепая жертва какая-то? Причина развода. Она завела любовника в 54 года, но с любовником у нее ничего не получилось. И она не хотела разводиться с моим турецким мужчиной, но он все равно решил разводиться. То есть она ему в итоге типа изменила, он ее на этой лжи измени поймал. Чувак, что-то тянул до 54 лет, еще зачем-то женился, если ты ее, блин, не любил никогда. После развода мой турок оставил жене трехкомнатную квартиру и полностью задержит сынок. К врачам, к парикмахеру уводят его сам. Прописал сыну свою съемную квартиру. А зачем прописывать, если у них с мамой есть квартира, и он ей трешку оставил? Зачем его в свою съемную прописывать? Когда он видится с сыном, я не знаю, я только вижу их по видеосвязи в машине, в кафе, в парикмахерской. Это бывает раз в два месяца. Я не верю, что он с ним так редко видится, потому что он очень любит сына. Когда мы познакомились с турецким мужчиной, я сказала, что не могу сейчас оставить сына. Тогда ему было 17 лет. Он не работает, учится и не может себя обеспечивать. Турк сказал, что будет ждать мне столько, сколько потребуется. Три раза я приезжала к нему в Турцию. Он оплачивал поездку, прочие расходы, все было на нем. Я никогда не приезжала с пустыми руками из России. Со всеми родственниками он меня познакомил еще по видеосвязи в Турцию, и ко многим мы ездили в гости. Когда мы были в гостях у его сестры, он поставил в соцсети наше совместное фото. Его бывшая жена позвонила его сестре, я не пойму, откуда она узнала, что мы тогда у нее находились, и накричала за это на сестру. Сестра моего Турка и его племянница накричали на него в ответ, постоянно называя его имя бывшей жены и слово Ебанджи. Я, конечно, обо всем догадалась. Он убежал в салон, зайдя в соцсети, я увидела, что он удалил наше фото. Ой, а мне кажется, наверное, его жена не такая ужасная и плохая. Курила, не работала, изменяла. Он такой весь у нас ангелочек, медный, несчастный, им воспользоваться он жертва. Он ей трешку оставил, но вынужден почему-то прописать ребенка в своей съемной квартире. А потому что у нее есть какие-то хорошие связи с его сестрой, о которой она, наверное, не хотела, чтобы ее брат разводился и оставляет, продолжает общение со своей бывшей, назовем так, Енге невесткой. И она ей сказала, как откуда она узнала, так она ей сказала, что он приедет с Ебанджи новой, знакомиться приедет. И вас не принимают там, к сожалению, точнее не вас, а его выбор. Женщину, которая может быть на замен той, которая была. И мне кажется, все не так плохо, как он вам описывает. И не такие ужасные уж у него были отношения с семьей, с женой, вот этим вот всем. Надо сказать, что мой турок живет с братом и мамой, ей 94 года. Брат выпивает, может дома не ночевать. В следующий мой приезд в Турцию мы ездили по Турции, и мама должна была остаться с братом. Но тот в первый же день не брал трубку и не пришел домой. Сестра моего турка постоянно ему звонила и ругалась. Потом она начала писать мне. На второй день тоже писала, что переживает за маму. Десять дней была тишина. Но потом она снова стала мне писать, оскорбляла меня последними словами, что мне не надо было приезжать в Турцию, что я обманываю ее брата, не собираюсь входить за него замуж. Хотя я написала, что моему сыну 18 лет, он не работает, и я не могу его сейчас оставить одного в России. Что когда я в России, мой турок живет с женой и сыном, что они не разведены. Но хотя я видела систему ЕДВЛЕТ, что он разведен. Также сестра его мне написала, что у моего турка тоже есть сын, и о нем тоже надо заботиться. И что я не могу быть их невесткой. Он даже не позвонил своей сестре при мне и не заткнул ее. А после моего уезда еще и в гости к ней ездил. Он сам об этом сказал. Однажды сын моего турецкого мужчины позвонил и сказал, что у них сломан душ. Мой турок стал кому-то звонить, искать сантехника. Получается, он уходит к ним все ремонтировать. А может быть, не только ремонтировать. В первый же день в Турции его сестра ему сказала, что я его обманываю. Он спросил меня, привезла ли я документы для брака. У нас не было разговора, что я должна привезти документы. Потом нахожусь я уже в России и попросила его взять в салоне список документов для брака. Потому что в каждом ЗАГСе свои требования. Он сходил и взял этот список, но не скинул мне, какие документы нужны. Через две недели я попросила прислать мне этот список. Он искал его, но не нашел. Прошло еще время. Больше он насчет документов и не узнавал. Галина, пожалуйста, выскажите свое мнение обо всем этом. У меня сердце кровью обливается. Заранее спасибо вам огромное. Мне очень вас жалко, что вы попали в такую ситуацию. Но вы уже потратили практически два года на это. Что такое слово? Он, скорее всего, терпила семейный. На котором брат-алкоголик, 94-летняя мама, неважно, он самый старший или младший в семье, точнее, показатели. Это зависит от того, кого таким выберут, который все тянет в семье. А его сестра явно терпила и быть не хочет. И она его манипулирует им. И она его заставляет все это делать. Ну, не за что заставляет. Он сам на это согласен. Я имею в виду, что она на себя брать ответственность за мать и за брат-алкоголика, живя рядом, не собирается. Все скинуто на него. Плюс ей это очень удобно, когда им манипулируют и управляют. И она явно снюхавшаяся в дружеских отношениях с его бывшей женой и его ребенком. То, что он вам как преподносит информацию, я вам даю зуб просто 100%. Это не вся правда, которая есть на самом деле. Он рассказывает, как он видит, как он чувствует, какой он жертва. А вот так как он терпила в семье, он реальная жертва по жизни. И у него другие виноваты. Это жена у него плохая, то все, опять-таки он весь такой бедный, несчастный, хороший такой весь, просто ангелок. Он не может говорить нет. Он не может отказывать, в первую очередь, своим членам семьи, во вторую, своей бывшей жене. Да, они могут быть на документах разведены, но я больше скажу, что, скорее всего, они реально, возможно, либо живут вместе, либо он очень часто туда приходит. Я больше скажу, он просто на документах, скорее всего, развелся, но выполняет конкретно функции мужика в доме и отца. Я не говорю, что он спит со своей бывшей женой, скорее всего, нет. Они уже давно у них с этим проблемы. Но ответственность он за них несет. Это, конечно, его красит с хорошей стороны. Но он не должен этого делать. Это, опять же, про его бесхребетность и безотказность какую-то. Надо рамки личных границ. Он живет для них и ради них. А сестре это выгодно, ей удобно. Пока им можно управлять, а его бывшая супруга — это и ребенок, и рычаг управления, она вам это и сказала. У него есть сын, у него есть жена. Они ему нужны, он им нужен. Он их тоже обслуживающий персонал, так назовем. Не говорит о том, что они вместе прям живут, спят, и они не развились, скорее всего, все это правда, они развились вместе, нет. Но он тянет всю эту семью, как будто бы он с ними живет. Во всех аспектах. Он даже, они не знают, как рамки починить. Папа у них сантехника ищет. Она же не додумывает. Ей не надо думать, где, собственно, сантехника искать. Он все сделает. Почему это выгодно сестре? Но пока он такой безотказный, он и мать тащит, и брата алкоголика, а ей и сестре можно не напрягаться. И вот когда появится новая женщина, неважно вы, это турчанка, будет ебанжи, иностранка, неважно кто. Ебанжи — это не только слово к иностранцу. Ебанжи — это пришлый. Скажем так, не только иноземец, а вообще чужак, чужой, если слово ебанжи мы переводим. Любой ебанжи для их семьи, любая невестка инге будет ебанжи. Потому что она будет чужой. Знаете почему? Они вас очень сильно боятся, но они понимают, что вы немножко другая. Они боятся, что придет новая женщина, она им будет управлять, как сейчас управляет его бывшая жена и сестра. Они вместе две такие в тандеме змейки. Каждая свою выгоду с этого имеет. Они его используют. А придет новая женщина, которая все это тут же обрупит, и они свою вторичную выгоду потеряют. Поэтому вы для них опасны. Поэтому она идет на открытые конфликты. Поэтому он ее заткнуть по телефону, поставить на место не может. Потому что он безотказный. Им манипулирует, он это знает, он это делает. Это, поймите, это их образ жизни. Это было у него с детства всегда в его семье вот так. Вы поменять и ситуацию его можете. Но вопрос, ему 54 года, вам это нафига надо? Ваши там, словно, 40 лет. Который вам 38 был, сейчас год и 9 месяцев, вам скоро 40 будет, да, примерно. 39. Вы вообще, вам зачем в это ввязываться? Если вы себе хотите хорош, вообще переезжать, адаптироваться, это тяжело. Если вы хотите себе комфортную, хорошую жизнь за границей в Турции, вот вам зачем вот в эти проблемы ехать? Вам зачем это все на себя взваливать, разгребать? Тем более вы сейчас не собираетесь у вас ребенок еще не пристроенный до конца, да, сам не зарабатывает. Еще ему доучиться надо, еще парочку-тройку лет. То есть, понимаете, чтобы в этот клан зайти и навести порядки, и сделать отношения здоровыми, вам надо быть капец какой сильной, прошаренной, наглой. И нет говорить и выставлять жестко границы, вы должны будете, а не он. Будьте готовы, что он будет тюфяком, исполнительным. Он будет делать, как вы, он прильнет всегда к тому, кто сильнее. Поэтому вы должны быть сильнее, чем его сестра, которую он знает с рождения, и его бывшая жена. То есть, у вас там, знаете, сразу две подколодных змеюки сильнейших, которые им манипулируют, знают, на чем надавить. Состязаться с ними можно, но просто вопрос, а нафига? Это сразу не про здоровые отношения, это мы не заходим ни с двух позиций, два партнера, которые в диалоге любят друг друга, тра-та-та-та, находят компромиссы. А я с родительской позиции, он с позиции жертвы, детская позиция, я там что-то управляю, короче, манипулирую. Вообще зачем это? Вот вы что, проблем вам мало. В это влазить. А правильно, психологически, если мы здесь берем уже не просто человека, я говорю, который здесь живет, а психологию, мы можем вступать в отношения там браков и так далее, только с такого заявления, дружок, ты с бабами своими разберись, чтобы они тобой не управляли. Нам с тобой нужна семья, мы должны быть ячейкой в обществе, партнеры на равных. Я твоей мамкой-наседкой или манипулятором быть не собираюсь. Это нездоровые отношения. И мужика слабого, я себе рядом, например, не потерплю. Вот готовы быть со мной на равных и им отказывать сразу рвать вот где-то границы и так далее, вот это все выставлять? Мы можем попробовать. Но я в борьбу за тебя с ними не собираюсь вступать. Давай мне гарантии, общаемся, разговариваем, гарантирую, что ты будешь и на моей стороне, будешь меня защищать и так далее. В общем, я даже скажу, эти слова гарантии не будут. Он будет просто автоматически, как минимум, первое время по инерции, так как раньше поступал, так же продолжать себя вести с ними, не будет им отказывать и так далее. То есть это сразу нездоровая история. Если у вас вопрос ко мне, выйдете ли вы за него замуж, для начала, вообще подумайте, вы за него замуж-то хотите. Если да, то почему? Что в нем такого особенного, обычного, прекрасного, такого хорошего? За что вы готовы свою жизнь подвергать такой опасности, таким проблемам? Это непростые отношения, проблемный человек с проблемным бэкграундом. Это все от него может отстать, они могут выровняться, отношения и все прочее. Если он четко начнет отказывать, говорить нет этим женщинам в своей жизни, понимаете? А они точно не собираются отставать от него, им выгода есть. Вторая, вторичная выгода. Им это надо, они еще попробуют их скинь со своего хвоста. Там столько манипуляций и чувства вины, и мать у тебя 11, 4 года, и брат у тебя алкаш, которого некого оставить. Блин, в конце концов, почему я должен нести, да, он должен задать тебе вопрос. Ответственность, за взрослого, сильного брата. Это его проблемы, это его болезни. Если он алкоголик, он пусть идет и лечится, берет контроль своей жизни. Пусть он ему подсунет 12 шагов, это, блин, многим помогает. А брат, наверное, не хочет. У них там все, видите, жертвы в семье. Вот сейчас такая история мутная. Я больше скажу, вот у вас с ним будет будущее, если оно вам нужно, когда вы будете доминировать, сами все решать, говорить, за него нет его бабам, которые на нем сейчас сидят и едут. В своей степени, это скинула на него мать с братом, непутевого брата, и маму немощную. Та удобна, ей все деньги, довольствие, квартира, не надо думать, где сантехник, и так далее. Он все будет тянуть. Вот вы должны этот все ворох скинуть с его плеч, за него расставить границы, потому что, я говорю, он к этому не готов, не хочет, перспектив никаких на это нет. И он с вами будет, если вы узнаете, какие документы нужны, если вы их привезете, хотя можно не привезти, все это в Турции есть, в посольстве нашем. Только с этим надо разобраться с свидетельством рождения, там правила есть определенные, все. Документов-то особо никаких не надо, на самом деле, все очень просто. И все. Вам надо поехать, вот это вот его потащить в ЗАГС, подать заявление, заплатить за регистрацию, ждать там месяц, и так далее. Вам это надо? Вот вы так замуж сильно ходите? Вот это все. Это не тот мужик, который будет это делать, понимаете? Если вы ждете сильного, который говорит нет, решает что-то там, мужское слово у него есть, и так далее, это не та история. Вы всегда будете, короче, что-то проблемы будут лишние. Им надо управлять, потому что он в манипуляциях чувством вины и стыда управляется всю жизнь женщинами вокруг себя. Поэтому они до сих пор от него не отстали. Вы можете стать только такой же, как они. Тогда ему будет удобно. Перемен пока что, намеков на то, что он готов меняться и брать что-то ответственность за свою жизнь в свои руки я не вижу. Вообще, я оцениваю это отношение, возможно, нездоровыми сразу скажу. Поставлю такое клеймо, если хотите, некрасивое слово, но подчеркну это. Это заход не в здоровые отношения, а я с позиции сильная должна быть, а он с позиции славнее равная. Не про диалог здесь история. Вам вообще, насколько такая роль себя? Хотите ли вы таких отношений? Видите ли себя в такой роли в семейных отношениях и так далее? В общем, вот так. Что с этим делать? Не знаю, честно скажу. Я, знаете, что не вижу в вашем письме? Любви. Нет слова «любовь». Нет вот этих бабочек в животе. Я понимаю про всякие проблемы, недоговоренности и так далее, что-то про чувства ничего нет. Это меня настораживает. Если он вам не про чувства, а про, ну, просто как выйти замуж, закрыть свой вот этот гештальт, социальное давление человеческое, им не хочется какой-то поддержки мужчины и плеча, ну, он про поддержку, но не везде будет. Вот его кто лучше поднадавит, сестра, бывшая жена или вы, на ту сторону и встанет. То есть здесь не про защиту, поддержку, понимаете, да? Ваши потребности могут быть в этом браке нереализованы. Поэтому лучше увидеть это до. Если вы меня спрашиваете про действие, что сейчас делать, ничего не делайте. Ничего не делайте. За него не боритесь. Не говорит о том, что уйти в тень, не вступайте в эти склоки, своры, с его сестрой, что-то переписывайте. Пошла нафиг вообще. Она там вам что-то пишет, вы если должны отвечать, там, по гугл-переводчику. Дорогая, я не говорю по-турецки. Вы учишь английский, пиши, или вы учишь русский. До свидания. Все. Разговор короткий, она вам никто. Да, она его сестра, но вы не за нее замуж собрались, а за него. Какого черта она вообще залазит? Она нарушает личные границы. Это вот то, что они делают, это чисто турецкая тема. Вы должны четко быть со своими границами, знать, чего вы хотите и ограничивать их. Зачем вы в эти дискуссии? Вообще, понимаете, что вы под письмо не про любовь и отношения человека написаны, а про его проблемы. Вы мне описали его проблемы. Черт побери, он должен сам решать свои проблемы, а не вы. Вы уже взяли роль старше родителя в отношениях, вы за него его проблемы решаете. Короче, то по жизни будет проблемный мужик, который ничего не решает, который ведется на манипуляции. Быть ему комфортно будет с тем, кто делает такие же манипуляции. Надо вам это или нет, решайте сами. Вот все. Если он такой классный, замечательный, хороший, просите, скажем так, каких-то гарантий, брака, живем отдельно от твоих родителей, оставляй своего брата-алкоголика, ты за него ответственности не несешь. Ты можешь помогать, но не говорит о том, что его бросаешь. Но ты не должен быть родителем брату. Ты можешь быть ухаживающим. Твоя мама 94 года может с нами жить. Мы можем за ней ходить. Это физический процесс старения. Все-таки, если что, сестра, это было бы классно. 50 на 50, если что, за мамой ухаживать. Если что. Вообще по-правильному, да? Мы оба дети этой женщины, и мы должны в равных частях нести эту ответственность. Но брата за ним он ходить не должен. Короче, ладно. Пишите комментарии под видео, что вы думаете про эту историю, какие советы вы можете дать. Я сказала, как я вижу эту историю. Надеюсь, никого никак не обидела, не задела. В инфобоксе под видео напомню, что есть моя почта для ваших анонимных историй такого ответа в видеоформате, либо записи на индивидуальные консультации психологические. Также ссылка подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Если хотите присоединиться к лекторию в телеграме, посмотреть 4 лекции с темой здоровых отношений, тоже пишите на почту. Спасибо за ваше внимание. Буду ждать комментарии. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok